Нет, возвращается все-таки. Все-таки возвращается. Жесткое торможение. А впереди уже, смотрите, опять авария чемпионов. Ферстаппин, Макс Ферстаппин выбывает из гонки. И клетчатый флаг. Всем привет, это Айс. Сегодня мы продолжаем играть в Формулу-1 2017 за нашу команду ХАС. Сегодня у нас Гран-при Австрия. И пока вы смотрите по традиции личный зачет и Кубок Конструкторов, давайте мы с вами немного пофантазируем, так скажем, поприкидываем на будущее, сделаем аналитический прогноз, называйте, как вам это больше нравится. Мы все прекрасно знаем то, что напарником Лэнса Строла, канадского молодого пилота в команде Вильямс, стал наш соотечественник. Ну, конечно, может быть, не у каждого человека, который смотрит это видео, но все-таки. По крайней мере, мой соотечественник, русский пилот Сергей Сироткин. И мне хотелось бы узнать ваше мнение, как вы считаете, по истечению 18-го сезона Формулы-1, кто из них окажется впереди? Сережа Сироткин или Лэнс Строл? Давайте, по традиции, пройдем в правый верхний уголок, туда сейчас, куда указывает пальчик, нажмем на подсказку и проголосуем за одного из этих двух пилотов. Также там будет доступен третий вариант, боевая ничья. Еще, друзья, такой момент, наткнулся тут вот на эту фотографию, не могли бы вы мне подсказать, кто это вообще такое, а? Потому что я что-то не могу понять, кто это. С турнирной таблицей личного зачета и Кубка Конструкторов закончили. Теперь давайте напомню вам о Академии Автоспорта. Это ребята, которые организуют онлайн-чемпионаты по Формуле-1 2017 на консоли PlayStation 4. И если вам надоело гоняться с ботами, вы хотите попробовать свои силы с реальными людьми, это очень интересно, я вам по своему опыту скажу, то проходите по ссылочке в описании, выбирайте одну из двух лиг для профессионалов или для казуалов, как я. Регистрируйтесь, и дальше я могу только пожелать вам удачи. Эх, как же мне не хватает онлайн-лиги, было бы на это время. Ну а теперь самое время перенестись на квалификацию Гран-при Австрии. Поехали! Неужели думали, что я забуду опять показать вам настроечки болида? Нет-нет, вот они, они на ваших экранах. Мы сейчас находимся в первом сегменте. Вот-вот начнем наш первый быстрый круг. Ох, надеюсь, хорошо у нас получится все. Пока могу вам немножечко рассказать, такую, ну, навести историческую справку, ну, по крайней мере, на память. Гонялся я здесь в прошлой формуле дважды за команду Рено. Первый раз это было несколько неудачно. Была просто нереально крутая авария. Вот прямо на этом месте, где я сейчас еду, я вам выведу на экранчике эту аварию, потому что она была прям, ну, действительно зрелищная. Там я попортил жизнь немецкому пилоту Паскалю Верляйну. В этом инциденте полностью вина лежит на мне. Я не знаю, как я не уследил. Ну, наверное, потому что я только начинал гоняться в Формуле-1 2016 после очень долгого перерыва на руле. В общем, там у меня только такое оправдание. Вот. Я думал, что я протиснусь. Вот. Прямо как говорил когда-то Айртон Сенна. Потому что если ты видишь зазорчик и не пытаешься в него протиснуться, то ты больше не пилот. И вот, видимо, я решил прислушаться к его совету и поплатился за это как я, так и Паскаль Верляйн. Мы установили промежуточное время. Пока что мы пятый. Квят перед нами. А это значит, что, скорее всего, мы очень-очень далеки от сейв-зоны. Попробуем сейчас проехать еще один быстрый круг. Может быть, получится. Правда, я уже, да, проигрываю самому себе. Во второй раз гонка прошла гораздо лучше, но все равно там было куча всяких эпических моментов. И, кстати, вот этот фирмовый, так скажем, возглас, что Максим Ферстапин выбывает из гонки, как раз взят из этого самого гран-при, из этого самого этапа. Давайте я вам тоже покажу этот момент. Ну, который звучит в заставке. Я думаю, вы поняли. Вот он на ваших экранах. Дикое замедление. Нам пришлось немножко срезать. Уходим в леви. Ох, там кто-то вылетел. Ферстапин. Макс Ферстапин выбывает из гонки. Ну и помимо этого момента, в этапе было много различных инцидентов, контактов, столкновений, разворотов, которые были очень классными. Сам этап-то по себе, он довольно легкий. Тут нет ничего такого сверхъестественно сложного. Ты просто едешь, поворачиваешь практически всегда направо, блин. И все. Так, мы закончили уже два круга. У нас не хватит топлива, чтобы проехать третий быстрый. Поэтому мы сейчас возвращаемся в боксы. И мы обошли квяты. Теперь мы следом за Фетталем. Я, конечно, думаю, что куча пилотов сейчас вклинется в этот промежуток. Но пока давайте вернемся в боксы. Посмотрим, как оно вообще будет. Мы прошли во второй сегмент. Под промежуточной девятой позицией. Показали хорошее время. Но до окона нам где-то одна десятая. Нам не хватило, чтобы с ним как-то более-менее на равных быть. То есть пилоты Форс Индии меня сделали здесь. И я думаю, они меня сделают и сейчас. Но все-таки. Сейчас, я думаю, мы с лету также пролетим два круга. Прям очень сильно светит солнце. Не вижу я здесь зоны торможения. Из-за этого немножечко, может, косячу, промахиваюсь. Не договорил я вам по поводу этапа, прошедшего в прошлом году, так скажем, за команду Рено. Второго, который был. В общем, да, он был очень зрелищным. Несмотря на то, что было дохренища контактов. Были всякие какие-то мини-развороты, еще что-то. Столкновения. Особенно с Льюисом Хэмилтоном. Мы там вообще бодались. Он мне прям жопу немножечко поджарил. Своими действиями. Но я думаю, я своими тоже ему немножечко их поджарил. Если сейчас будет не лень, я выведу вам это на экран. Все на фон. Вот. Поэтому настроение у меня очень оптимистично. Особенно после последних двух этапов. Канады и Азербайджана. На удивление, Азербайджан, даже, ну, несмотря на то, что это городская трасса. И было мало всяких зрелищных моментов. Мне удалось. Мне удалось получить некий фан. А помимо этого, показать и хороший результат благодаря сходам топовых пилотов. Вот так. Мы заканчиваем первый круг нашей быстрой попытки. 1.09.370. И отправляемся сразу на второй быстрый круг. Надеюсь, получится улучшить. Надеюсь, сейчас мы типа прогрели резину. А вот, ох ты, Палмер перед нами. Это что-то мы как-то плохо получается проехали, если Палмер перед нами. Прям вообще я недоволен этим. Вот так. Так, да. Настрой, в общем, у меня оптимистичный. Я очень надеюсь, что удастся мне пройти третий сегмент. Потому что я вот, к сожалению, вам не показал перед этапом. Я поменял опять некоторые узлы силовой установки. У нас уже практически они закончились. Но, в принципе, у меня тактика такая была, то, что дико расходовать силовую установку, чтобы потом приносить в жертву квалификацию. И потом всех обгонять за счет супер свеженькой нулевенькой силовой установки. Так, у нас на хвосте кто-то. И, скорее всего, это кто-то из мерседесов или доминирующих команд. И мне бы очень не хотелось, чтобы... Мне сейчас поднасрали. Ой, допускаю я ошибку сейчас здесь. Но все равно выход с улучшением. И 1-9-137. Возвращаемся в бокс, а будем следить. А Саньс перед нами. Ну, что-то прям Саньс перед нами. Это плохой знак. Это значит, что мы вполне можем попасть в зону вылета. А за нами, кстати, все это время был Максим Ферстаппен. А я его что-то сдерживаю. Давайте я здесь переторможу и пропущу его. Все, возвращаемся в бокс. На ваших экранах все еще второй сегмент. Нас выдавили из сейв-зоны. И поэтому мы сейчас будем очень резво атаковать. Чтобы постараться пробиться в третий сегмент. Это будет тяжело, но постараться стоит. В очередной раз, ребят, попрошу у вас совета. Вот напишите, чего вам не хватает в видосиках по Формуле-1. Вот прям ты напиши. Вот ты, да, ты. Вот ты смотришь сейчас его. Чего тебе не хватает? Или может быть чего-то наоборот слишком много? Может быть меня слишком много? Тогда я уберу себе. Не, ну серьезно, ребят. Если вам чего-то не хватает в видосах по Формуле-1, давайте вместе, общими усилиями, сделаем их лучше. Вот нынешний вид видосиков по Формуле-1, это тоже результат советов разных моих зрителей в разные периоды времени. Вот так. Поэтому, ребят, если вы сейчас сидите и такие, вот, блин, чертова квалификация, слишком ее много, ненавижу это дерьмо, то пишите об этом. Я постараюсь как-нибудь сделать так, чтобы квалификация была не такой муторной, что ли, что-нибудь поинтереснее постараюсь придумать. Тем временем мы смогли улучшить наш результат. Теперь мы промежуточно восьмые. На 1,10 мы сейчас выпадаем от своего же времени. Я думаю, мы не сможем, наверное, улучшить. Хотя, кто его знает. Сейчас попробуем, но я думаю, не сможем. Доеду этот круг, а там уже видно будет. Хотя, надо потренировать заезды в боксы. Но сейчас посмотрим. Если прибавим, то... То не буду тренировать заезды в боксы. Ох, как хорошо мы прошли это место! Блин, все-таки теряем. В общем, ладно, доеду этот круг, а там видно будет. Получилось, друзья! Получилось! Мы пробрались в третий сегмент. Вновь, вновь смогли ворваться в него. На промежуточном девятом месте. И я, кстати, показал очень хорошее время. И я бы с удовольствием его сохранил, если бы такая возможность была. Потому что время действительно, мне кажется, лучшее. Лучше вряд ли мне получится проехать. Но если получится, будет очень классно. Вот так. Выезжает перед нами тут кто-то. Кто-то из Вильямсов. Надеюсь, не помешает. Хотя, скорее всего, помешает. И придется... Да, это масса. Вот как раз с массой у нас, по идее, борьба. Потому что он был десятом, а мы были девятыми. Вот так. Я думаю, он нам сейчас помешает во время вот этого поворота. Я прям чувствую. Ну, так и есть. Да-да-да-да. Спасибо тебе, что ушел с трека, с дистанции. Ставлю необогащенку. Кто знает, может быть, хватит на два еще быстрых круга. Кстати, пилоты Феррари уже второй раз подряд проходят... Ну, то есть, второй раз проходят следующий сегмент на комплекте Суперсофта. Но они могут себе это позволить, в отличие от нас. Ну и начинаем наш быстрый круг. Второй быстрый круг. Ну, первый, разумеется, максимально провальный. Здесь я очень серьезно скосячил. Вылетел за пределы. Конечно, штраф не получил, но серьезный косяк. Скорее всего, мы будем десятыми теперь. Хотя масса за нами, знаете, мы можем ему как бы и поднасрать, за то дерьмо, что он нам сделал. Идем с хорошим улучшением. Правда, у нас результат был такой себе, но улучшение все равно хорошее. Могли же вообще не улучшиться, правильно? И... Финишная черта. Одна 08751. Жалко, что нам, ну, не хватит топлива. Я бы еще один проехался, потому что видно, что мы сейчас... Ну вот, если бы я не задел траву, то было бы видно, как мы опережаем наш результат. Ладно, возвращаемся в бокс, и массе мешать не будем. Вот сука, ах! Уже второй раз такая ситуация. Какого хрена? Скажите мне, какого хрена? По первому сегменту, что ли, судится? Почему масса впереди? Я проехал перед ним два быстрых круга. Почему масса впереди, а не я? Почему? В личном зачете я впереди. Почему? Объясните мне, пожалуйста. В тот раз Халк был. Ну ладно. Тогда еще понятная была ситуация, потому что Халк первым поставил этот результат. Почему я сейчас позади массы? Ребята, вы по-любому знаете, потому что вы смотрите Формулу-1 больше, чем я, и разбираете с ней круче, чем я. Вот, я такого нюанса не знаю. Если по первому сегменту судится, тогда без базара. Просто по двум другим-то сегментам я его сделал. В сумме-то как бы я же его сделал. Какого черта? Я недоволен. Итак, начинается прогревочный круг. Спешу сообщить вам, что мы закончили третий сегмент на девятой позиции. Но вы спросите, почему же я внизу? Все очень просто. Оказывается, я накосячил со сменой коробки передач. Я поменял ее в день квалификации, а не в день практики. Короче, это чисто мой косяк. Я тупо во время практики забыл это сделать. Нажал типа начать квалификацию. Перед тем, как начать квалификацию, соответственно, поменял коробку. Получил за это штраф. И, блин, вот такая незадача. Давайте перенесемся к стартовой решетке. А то круг здесь довольно маленький. Не успею еще его сказать, не дай бог. Первую позицию занимает Льюис Хэмилтон из команды Мерседес. На второй позиции его партнер по команде Вальтери Ботест. Ким Райканен занимает третью строчку стартовой решетки. Команда Феррари. Четвертая позиция у австралийца Дэна Рикьярда из команды Рэдбул Рейсинг. Пятая строчка у Себастьяна Феттеля из команды Скудри Феррари. Что самое интересное и примечательное, стартует он на суперсофте. Шестая строчка досталась голландцу Максиму Ферстаппину из команды Рэдбул. На седьмой строчке расположился мой личный соперник Серхио Перес из команды Форс Индия. Восьмая строчка у бразильца Филиппи Массы из команды Уильямс. Девятая позиция у Ника Хюлькенберга из команды Рено. Замыкает первую десятку француз Эстабано Конт, второй представитель команды Форс Индия. На одиннадцатой строчке эспанец Карлос Сайнс, команда Тора Росса. Двенадцатая позиция у Джолиана Палмера из команды Рено. На тринадцатой строчке прямо передо мной Стофель Ван Дорн, команда Макларен. Четырнадцатая позиция Василий Хрусталев, команда Хас. Пятнадцатая строчка у второго россиянина Даниила Квята из команды Тора Росса. А вот шестнадцатую позицию занимает испанец Фернандо Лонца, второй представитель команды Макларен. Семнадцатая строчка досталась моему партнеру по команде Кевину Магнесону. Лэн Стролл занимает восемнадцатую позицию, представитель команды Уильямс. Ну а замыкают нашу стартовую решетку два представителя команды Заубер. Маркус Эриксон на девятнадцатой позиции и на двадцатой Паскаль Верляйн. Теперь самое время посвятить вас в нашу тактику. Тактику на гонку, она на ваших экранах, как вы можете заметить. Стартуем мы на Ультрасофте. Вариантов у нас не особо-то и много. И где-то в районе одиннадцатого тринадцатого круга переобуваемся на самый жесткий доступный здесь комплект. Комплект Софта, на котором мы закончим гонку. Надеюсь, за счет этой тактики мы сможем выиграть массу позиций. И массу тоже. Каснут огни! Старт! Мы перелили себе топливо почему-то на полтора... А, ну да, все правильно, на полтора круга. Я так и планировал. Ох, влезает Алонсо! Смотрите, как хорошо. Нам пришлось резать это место. Но мы очень хорошо сейчас расположились. И мы будем атаковать. Халка даже будем атаковать. Пришлось немножечко отрулить, потому что там Фетталь. И у нас просто нету места. Нам приходится ехать... Ну, точнее, не ехать. Нам пришлось выехать за пределы трассы. И там немножечко проехаться. Смотрите, какой классный момент. Впереди там тоже очень серьезная борьба. Сайнс нас не пропускает. А вот... Почему он нас не пропускает, а Халка пропустил? По внешней стороне боремся с Сайнсом. Ох, вот это я накосячил сейчас. За счет этого нас Палмер обходит. Ну, у нас очень тяжелый болид. Я, наверное, все-таки погорячился немножко с топливом. Ох! Что за первый круг, а? Что за первый круг? Плохо получается бороться с Палмером. И на нас уже наседает Алонсо. И там Вандорн, кстати, прямо за ним. Алонсо мне понравилось, как Алонсо стартанул. Прямо молодец. Несколько рисковый, конечно. Палмер что-то задумался. Не знаю. Очень он странно действовал в этом повороте. И теперь действует напрямую. Очень странно. Мы не оставляем ему шансов здесь. Все, хватит, хватит терять время. Пора нагонять. Пора сражаться за реальные позиции. Пора сражаться за очки. Мы очень много потеряли на старте. Мы могли стартануть гораздо лучше. Но там что-то одно за другое. Пятое за десятое. И как-то вот мы оказались на той же самой, грубо говоря, позиции, на которой стартовали. Так, впереди борьба. Борьба, борьба, борьба. Не вижу, кто там. Вильямс, по-моему, с кем-то. И борьба продолжается. Это Филиппе Масса и Себастьян Феттель. Масса в роли обороняющегося. Феттель в роли атакующего. Классно выглядит их борьба. Особенно если учитывать, что разные комплекты. Ну и разные команды. И борьба продолжается. Но нет, все-таки Феттель уходит вперед. Я думаю, нам надо ослабить пыл. Переключимся на стандартный режим. Будем использовать только по ДРС. Обогащенку? Не договорил я. Сайнс у нас на прицеле. Следом за ним Хюлькенберг. А следом за ним Филиппе Масса. Ну, Сайнс нам не соперник. У нас разные комплекты. Поэтому мы его так легко и непринужденно обходим. Чуть-чуть вылетаем за пределы трассы. Но все в пределах правил. И подбираемся, подбираемся к Халку. Который, в свою очередь, подбирается к Филиппе. Халк накатывает на Массу. Но мы на Халка. Вот такой вот момент. Ой, он сбоку. А я и не заметил. Смотрите, как нагреваются тормоза у Рено. У нас более хороший выход. Поэтому мы сейчас и с Массой, наверное, поборемся. Да, 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 да. Оставляю ему место. Чтобы все было в пределах правил. Все, Масса позади. Халк позади. Вот так вот. Ну, грубо говоря, за раз я их скушал. Грубо говоря, за раз. Жалко, что мы не можем сейчас посмотреть повтор старта. Мне бы хотелось посмотреть, что там с Феттелем случилось. Как он оказался так низко. Что с ним случилось. Вообще, там было очень много борьбы. Старт был интересным. Вот это косяк в моем исполнении очередной. Василий Косячник сегодня у нас. Где Масса? Масса в боксах, что ли? Масса, да, масса в боксах. Себастьян Феттель замедлился. Себастьян Феттель замедлился. Что-то случилось с немцем. Интересно, что. О, вылетает он, вылетает. Непонятно, очень непонятно. Все, это, по-моему, исход. Нет, возвращается на трассу. У Себа прокол заднего правого. И он попытается, по крайней мере, вернуться на трек и доехать до боксов. Получится у него выбраться из ловушки или нет? Это уже другой вопрос. Надеюсь, что получится. Не хотелось бы, чтобы вот так вот нелепо он сошел с дистанции. Но, походу, он сходит. Потому что он стоит на месте. И у него не получается. Нет, возвращается все-таки. Все-таки возвращается. Я рад, что Себ смог вернуться на трек. Очень рад за него. Резиночка у нас уже немножко подозносилась. Надеюсь, ты сможешь добраться, Себ, до боксов, переобуться и показать классную гонку. Ну, по идее, Феррари, мотор Феррари может позволить... Да и не только мотор, вообще в целом болит. Может позволить ему показать хороший результат, даже несмотря на этот сход. Хотя он сейчас очень медленен, и смотрите, он уже в кругу отставания. Простите меня. В круг отставания, и мы сейчас тоже приблизимся к нему. Ах. Боюсь, что... Да, выбывает из гонки. Все, выбывает. Смотрите, что я заметил, когда искал Фетеля. Болит Вильямсов, стоит на обочине. К сожалению, где сейчас Фетель? Установить не удалось. Все благодаря этой нашей любимой, шикарной игре от Кодмастера в Формуле 1 2017. А, кстати, смотрите, Палмер подобрался. Хэмильтон возвращается на трек позади нас. И становится участником борьбы. Между Кевином Магнусоном и Палмером. Или Массой. Не, Магнусоном, да. Борьба продолжается. Хэмильтон нас обходит из-за ошибки. Ну, он, смотрите, насколько он быстрый. У него свежий комплект. Мы ничего не смогли противопоставить ему. Напарник на пидстопе. И Палмер тоже на пидстопе. У них совместный пидстоп. Давайте посмотрим на этот совместный пидстоп. Кевин заезжает. Следом заезжает Палмер. И удается, удается вернуться перед британцем. Наш плановый пидстоп. Момент истины. Удастся ли мне вернуться перед моим партнером по команде? Похоже, что не удастся. Да. Но у Магнусона другая тактика, надо заметить. Такая же, как и у Палмера. То есть им еще предстоит остановка. А мне уже... Нет, не предстоит. Вообще, я как бы рассчитывал на призовые места. А не вот эту борьбу в хвосте. Как бы, я думал, что мы там будем место так за шестое, четвертое бороться как минимум. А не за шестнадцатое. Не, на самом-то деле мы боремся за очки. Но я планировал бороться за более такие очки. Весомые, что ли. А то ребята из Форс Индии меня сейчас неплохо так смогут отбросить назад. Ну или очень серьезно приблизиться. Я не помню, какой у нас разрыв. Разрыв, он точно небольшой. Но я вот не знаю, как закончится эта гонка. Хватит им, не хватит. Я думаю, что хватит. Вполне себе. Потому что они показывают очень хороший... Хорошая Гран-при. Очень хорошая Гран-при показывают. И когда я уже избавлюсь от этого... Наверное, никогда. Новый круг и новая борьба впереди. Палмер очень близко. Он наша следующая жертва. У нас ДРС, у нас обогащенка и... Слип-стримчик. Единственное, что не в нашу пользу, это состав резины. У него ультра-софт, у нас софт. И вот эта ошибка тоже нам вообще никак сейчас не поможет. Он снова отрывается за счет этого. Спустя столько кругов мы нагнали Палмера. И я надеюсь, что в этот раз он не уйдет. Он не уйдет, не уйдет. Очень хорошо. И Ван Дорн выбывает из гонки. Что случилось? Так, Ван Дорн входит в поворот. И силовая установка подводит его. Но он хорошо паркуется. Поэтому, я думаю, не будет никаких машин безопасности. Вот так вот. Это было эпично. Большая группа пилотов сейчас в боксах. Давайте посмотрим, как это происходит. Не повезло здесь Халку. Он был вторым в этой группе. Но его плохо обслужили. И механикам пришлось держать его и не выпускать, чтобы избежать аварии. Таким образом, он замыкает эту небольшую группу пилотов. Мы девятые. Перед нами Перес. Огромный отрыв. И я думаю, что мы вряд ли сможем его сократить. Сайнс в боксах. Сайнс переобулся на ультрасофт. Выезжает из боксов. Мы восьмые. Кимми! Выбывает из гонки! Красный болид Кимми. И силовая установка. Так же, как у Ван Дорна. Надо заметить, что припарковался он так себе. То есть, в принципе, может быть, будет и машина безопасности. Я надеюсь, что ее не будет. Я очень надеюсь, что ее не будет. Но она может быть. Сейчас будем проезжать болид Кимми как раз. Ну, так да. Опасненько стоит. Можно как бы и не заметить. Если борьба будет, очень неприятная ситуация может там возникнуть. 28-й круг. У нас на хвосте Сайнс. Он подобрался к нам на своем ультрасофте. Я не буду давать ему пройти себя. По крайней мере, буду прикладывать к этому максимум усилий. Почему, вы спросите? Потому что, во-первых, мне кажется, что он довольно рано переобулся в него. Во-вторых, пускай он его себе нахрен сжигает. Я ничего против этого вообще не имею. Жги его сколько твоей душе угодно. И за счет этого он сможет его как нельзя квадратить, износить раньше времени. И мы его потом обойдем, даже если у него будет удачная попытка на атаку после нескольких попыток. Такая тактика. Но я думаю, что у него даже не получится обойти нас. Сейчас у нас очень много обогащенки. И так как я считаю, что он довольно рано одел свой комплект софта, точнее ультрасофта, шансов у него никаких нет вообще обойти меня. Это первая попытка Сайнса атаковать меня. Ну, первая реальная. Вот такая красота у нас сейчас происходит с резиной, но мне это пока что не мешает ехать. Более того, я даже на такой резине удачно блокирую различные попытки атаки или атаки даже Карлоса Сайнса. Очередная атака от Сайнса и прям точь-в-точь, как на прошлом круге, я точно так же его обхожу и возвращаюсь в свое законное шестое место. Так, мы отправляемся на последний круг. Карлос Сайнс позади. А в гонке выигрывает Вальтери Боттас. Но нам еще надо доехать до финиша. Сайнс по-прежнему за нами. Все, Сайнс отстал. Впереди последние два поворота. И мы... Я, кстати, ошибся. Мы седьмые, а не шестые. Вот отстой. Ну, ладно. Финишируем седьмыми. Ну, Австрия получилась, в принципе, такой, как и всегда. Всегда в Австрии довольно интересный, интенсивный старт. Куча каких-нибудь столкновений и так далее. Потом все разъезжаются, разбредаются по трассе. Начинают пробовать различные тактики. И потом где-то под конец этапа вновь вспыхивают очаги борьбы. Так и случилось в этот раз. Прям точь-в-точь. Гран-при Австрии подошло к концу. Самое время посмотреть на первую десятку. Первое место выигрывает Вальтери Боттас из команды Мерседес. На второй позиции Денрик Ярда из команды Рэдбул. А вот третью позицию забрал себе француз Астабано Кон на Форс Индии, который продемонстрировал действительно хорошую гонку. Четвертая позиция у голландца Максима Ферстаппена из команды Рэдбул. На пятой строчке Льюис Хэмилтон, команда Мерседес. Шестую позицию оформляет на себя мексиконец Серхио Перес, второй представитель команды Форс Индии. На седьмой позиции Василий Хрусталев из команды Хас. Восьмую строчку забирает себе Карлос Сайнс из команды Торо Росса. Девятым заканчивает гран-при Филиппе Масса из команды Уильямс. И замыкает очковую зону мой партнер по команде Кевин Магнусон. Команда Хас. Как всегда, пройдемся по тем пилотам, которым не удалось добраться до финиша. Первым сошедшим с дистанции был Себастьян Феттель. К сожалению, мы не смогли посмотреть, что же там с ним случилось, но, скорее всего, это было последствия того самого прокола. После Себастьяна Феттеля с дистанции сошел Стофель Ван Дорн, Бельгиец, на Макларене. Не выдержалась силовая установка. А чуть позже по аналогичной причине сошел второй представитель команды Скудри и Феррари Киммер Райканен. Перейдем к турнирной таблице личного зачета. Тут довольно много изменений. Первый из них – это смена лидера. Вальтери Боттес теперь возглавляет личный зачет. Обошел он Киммер Райканена и Себастьяна Феттеля, которые опускаются на позицию ниже. Далее изменения на пятой строчке. Дэн Рикьярда обходит своего партнера по команде Максима Ферстаппина, который опускается на строчку ниже. А следом за Максимом расположился француз Эстебано Кон, который замечательно провел этот этап. Он поднимается на седьмую позицию, тем самым отодвигая меня, Василия Хрусталева, и своего партнера по команде Сергио Переса на одну позицию вниз. Теперь давайте посмотрим на вторую десятку. Тут также есть изменения. Карлос Сайнс теперь располагается на одиннадцатой строчке из команды Стора Росса. Следом за ним мой партнер по команде Кевин Магнусен из команды Хас. У них поровну 10 очков, но все-таки Карлос на данный момент занимает одиннадцатую строчку. Тринадцатое место занимает Лэнс Стролл из команды Вильямс. На четырнадцатой расположился Ника Хюлькенберг, мой сейчас на данный момент соперник из команды Рено. У них по 9 очков. Пятнадцатая позиция у Фернанда Алонса из Макларена. Далее все без изменений. Теперь посмотрим на Кубок Конструкторов. И в кои-то веки в Кубке Конструкторов произошло изменение. Но оно произошло не среди лидеров, а среди, так скажем, аутсайдеров. Тора Росса смогли таки обойти команду Рено. На самом деле это условный обход, потому что и у Тора Росса, и у Рено по 13 очков. Поэтому их борьба продолжает кипеть. Ну что, мы подвели итоги личного зачета Кубка Конструкторов, и теперь самое время завершать это видео. Если оно вам понравилось, ребят, поддержите меня лайком. Не понравилось, поставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии, пишите ваши предложения. Я все их читаю, на все стараюсь отвечать. Участвуйте в голосовании, отвечайте на вопросы, которые я задал в начале видео. Ну а если вы здесь первый раз, вам нравится Формула 1 или автоспорт, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok